Для России сегодня решающий день. Изменится ли главный закон страны или останется прежним, все зависит от выбора россиян. Относительно одобрения изменений граждане высказывались по-разному. Есть кто за поправки и есть кто против них. Кто-то уверен, что это позволит выйти государству на новый, более продвинутый уровень социального и экономического развития. А у кого-то единый пакет изменений вызывает, мягко говоря, смятение. Упомянул про это и известный российский телеведущий, назвав единый пакет поправок комплексным обедом. Есть который захочет не каждый. Винегретто придется съесть все равно, потому что я голосую за все. Поэтому я не могу сказать, что я его не ем. Это первое. И вопрос даже не в том, нравится мне или не нравится. Вопрос может быть такой, что меня, простите, тошнит от винегрета. А мне говорят, нет, съешь его. Как строгий родитель, когда я был маленький, папа говорил, съешь все, что на тарелке. У меня нет выбора. То есть у меня выбор только такой, съесть или не съесть. Это все-таки так или не так? У нас то же самое было. Тоже принималось поправки. Также принималась Конституция новая в 93-м году. И никто, кстати, до сих пор никто не возражает именно из той публики, которая сегодня критикует. То, что 137 статьи было, и в каждой статье была масса частей, и тоже принималось, вы знаете как, да или нет, да, пакетом вся эта Конституция. Да нет. Да, и там было гораздо больше, чем ныне, там 200 с лишним поправок в 40 статьях. И да, всего поправок Конституции насчитывается 206. Председатели избирательных участков уверяют, что люди приходят, зная, за что голосовать. Вопросов лишних ни у кого не возникает. Есть только мелкие формальности касательно самого проведения голосования. Очень много уже приходит людей, которые, ну, смотрят, видимо, информацию, в общем-то, у всех людей есть. Ну, приходят к нам, обращаются. Вот поправки у нас, стенды какие. Ну, вообще вопросов таких нет. Люди уже приходят, по-моему, с таким сознанием, что они знают. Организация на участках, как и обещали. Соблюдение дистанции, дезинфекция, выдача средств индивидуальной защиты. А вот в правдивость голосования верят не все. Валентина Сапунова, не регистрируясь, решила провести личный контроль на одном из избирательных участков. Они уже, понимаете, вот весь коллектив, который сейчас в избирательных компаниях, они уже засуетились. А чего вы здесь? А зачем вы считаете? А все равно. То есть какой-то контроль есть. Хотя у них есть там волонтеры, присутствуют наблюдателями. От «Единой России». Я не доверяю «Единой России». И поэтому вот сижу и считаю, сколько человек прошло. И потом мы сверим. Теперь о самом интересном. Председатели участковых комиссий уверены, что большинство граждан знакомы с поправками к Конституции. Так ли это на самом деле, проверить это мы решили, не отходя от пункта голосования. Знаете ли вы общее количество поправок в Конституцию Российской Федерации? К сожалению, нет. Но может быть какие-то несколько, которые в память врезались за время всей подготовки к этому дню? Ничего не могу сказать. Все, что увидела, все, что услышала, я за. Ну, в общем, по численности нет. По численности нет. Но можете выделить несколько основных, которые все-таки подвигли вас сходить и оставить свой голос, чтобы вот основной закон страны либо изменился, либо нет. Несколько основных. Ну, какие основные? Подсказывайте. Ну, вот сколько нет, потому что не считала, просто мы с мамой увидели, прочитали. Ну, хотел бы знать, какие поправки и за что мы идем голосовать. Ну, можно сказать так, не точно. Не точно. Да. Ну, может быть, выделить каких-то и назвать несколько, которые вам запомнились за время вот всей подготовки к этому дню? Ну, все. Как обычно, пенсионеры, индексацию, чтобы семья была, чтобы территориальность была у нас российская. Ну, что еще? По-моему, там о животных что-то написано. Ну, точно нет, не помню. А можете хотя бы назвать несколько, которые вот врезались в память за время подготовки к этому дню? Да, это обнуление сроков президента. Самое главное. Самое главное. Знаете ли вы общее количество правок в основной закон страны, которые будут носиться? Нет, не знаю. Не знаете. Ну, а может быть, назовите несколько, которые в память врезались? Да, давайте без комментариев. Знают ли забайкальцы, за что идут голосовать? Нет. Большинство ответов расплывчатые и неточные. Получается, что из всего этого комплексного обеда каждый выбрал себе по несколько блюд. А все остальное их либо не касается, либо не волнует. Виктор Соловьев, Дмитрий Пенигин, ЗАПТ-ТВ. Виктор Соловьев, Дмитрий Пенигин, ЗАПТ-ТВ.